Продолжение следует... 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 А вслед за этим, поскольку это будет сделано с нарушениями Конституции, допустим незаконный распуск Госдумы, силовые моменты, запреты и так далее, после этого третья сила выступает в Москве и свергает Ельцин. Под флагом, что нарушена Конституция, на улицах кровь, запрещена там политическая партия, взобраны депутаты, президент жестко нарушил Конституцию. И тут они одним ударом убирают и коммунистов, и Ельцин. И приводят те, кого давно уже приручили, подкормили на других кроватях, не ЦКБ, а в Германии, в Америке, в Британии и в Израиле. Я не могу назвать их людей, эти силы, потому что они пришли к власти. И меня можно обвинить в пятой сессии, на них приручу. Я могу сказать, только по кому могут нанести удар, ибо этот удар уже наносится сегодня. И по Ельцину, и по коммунистам. Ну, а эти силы должны догадываться, кто эти люди, кто очень часто посещает эти страны и занимает у нас прочные позиции и имеет огромные деньги. Вот, поэтому, совещание в Шарма-Шейке, в Египте, это подсунули идею, значит, вот, провести Хоснюю Мубарику, и он пошел на это, он даже не знал, во что это может вылиться. А способствовал этому Будрус Галли, вы знаете, что он, например, министр был в Египте при Анваре Садаке, и он орав только на 30%, на 70% евреев, поэтому его и допустили к этому посту генерального секторя. И это хитрая, хитрая затея, значит, это совещание провести, и сегодня трудно вести борьбу с коммунизмом, с Россией, решили, чтобы бороться с Россией, начать борьбу с международным террористом. И все это последовательно. Сегодня Клинтон имеет документ, полученный от ООН, где генеральный сектор Будрус Галли, если там был бы настоящий раб, он бы не допустил, чтобы Совет Безопасности ООН дал вот такой документ Клинтону. По которому он, Клинтон, имеет право направить свои войска в любую точку планеты, где будет угроза ядерным объектам. Или угроза исламского фундаментализма. Вспышка. Вот, эти документы у Клинтона есть. Но он сам, неудобно ему саму это делать. Опять Америку обвинят в агрессии, тем более против России. Тогда нужно придать международную, так сказать, окраску. Для этого провоцируют поход негров на Вашингтон, а в ответ устраивают террористические акты в Израиле. Вот там началось, надо спасать Израиль, но также унижим в США, в Израиле договор по стратегическому сотрудничеству. В случае угрозы Израиля в США вступают, так сказать, в интересах Израиля. И вот, все эти провокации были международные проведены, и негр пошли на Вашингтон, получив за это деньги, и Хамас получил деньги, чтобы устроить якобы теракты в Израиле. Напугать мир. Смотрите, что происходит. И нам Чечню устроили, и Будённовск устроили, чтобы люди испугались. Сейчас увидим цепочку, причем из Будённовска. Захватили больницу. Для чего? Чтобы в Москве окружить все больницы плотным кольцом охранников. Для чего? Чтобы иметь вооруженные силы, и подконтрольные ФСБ, и МВД. Вот огромный план, как подъявляет борьба с терроризмом, получить возможность легального входа на территорию России для охраны ядерных объектов. И вот на апрель планируются сами, наш, СНГ-ский. Там это будет обсуждаться, как обеспечить безопасность ядерных объектов, и там они примут решение. Допускающая возможность использования международных вооруженных сил. То есть легально в Россию войдут иностранные войска. Вот он поход на танцы. Когда они высаживались в портах России, Аргангельская, Одесса и так далее, это было тяжело. Их могли взять партизаны, большевики, ЧК, Красная Армия. А вот, имея международные документы, они войдут на территорию России уже в этом году. И для этого Чечня. Там уже ОБСЕ расположилась. Теперь уже добиваются, что там была миссия ООН. То есть вариант Боскви, вариант Югославии. Когда международные войска оказываются в Чечне, война расползается на весь Северный Кавказ. Она уже идет сегодня в Ингушетии. Год назад ЛДП нам здесь говорила, война перекинется на другие объекты, на другие регионы Северного Кавказа. И она уже полыхает в Ингушетии, и завтра будет полыхать в Дагестане, и в Ставрополье, и в Краснодаре. И с юга у них будет хороший канал двигаться на Север, а определенные узловые точки, там Воронеж, и где у нас есть Ленинград, и огромные ядерные объекты, там вот войска ООН охраняют. То есть легально территорию России войдут в международные войска. Они в отчеризацию, в приватизацию провели, собственность есть. Сейчас издали указ, по которому можно скупить землю. И последний этап ввести иностранные войска. И с Россией будет окончено. Вот смысл совещания в Шамо-Шейхе, смысл чеченской войны, смысл захвата больницей. Для чего? Чтобы за счет того, что не дают лекарства и питание больным, содержит этих больников. Идите в каждую больницу, стоит там до взвода, до роты, до батальона. Зачем? 20 тысяч автомобилей курсируют по Москве. Каждый берет на свой борт 4 человека. Все они в централизованном диспетчерском пункте. Моментально образуется в Москве 80-тысячная армия. Мобильная. Которая может перевозить в любой район Москвы. 100 тысяч охранников, неподчиненных ни РВД, ни ФСБ, находятся в городе Москве. И вот как это и будет, то та сила, я имею ввиду армейская сила, вооруженная сила, для тех политиков, которые выступят в качестве этой силы. Когда если разгромит коммунистов, они разгромят его. Ибо у него есть только таманская дивизия, всего 5 тысяч солдат и офицеров. Всего 5 тысяч. И они уже двигаются к Москве. А у них уже в Москве, уже вызывают места. И отделение ФБР этим же занимается. Руговорит действиями в Чечне и руководит возможными боевыми действиями в Москве. Когда заполыхает у нас, потом вы все поймете, что же мы ждали. Я вас побеждаю об этом 22 марта. Как все 3 года парламент и фракция это убеждала. И вы видите, что все идет по этому сценарию, который мы вам разоблачаем. Но вы не верите, пока они раздадутся выстрелы под вашим домом. А они могли уже раздаться в этот понедельник. И кроме боевиков, которые не только из русских офицеров, незаводных десантников и высших сотрудников КГБ и так далее, но и из СНГ, как русская, азербайджанскую манку, так сказать, все эти альоны. Отовсюду вытащили их сюда. И здесь в Москве они командуют. Они захватили подмосковные дачи. Как они сделали? В том числе иностранные наемники сидят на даче. Казалось бы, что проще? Ведь известно. Давайте арестуем. Нет. Они сидят на те дачи, где родственники вылетали за рубеж. И тамские службы говорят, наши тронут ваших дач, а мы вам здесь голову оторвем. Все. Вот он и блокирование возможности спецслужб ликвидирует эти боевые, так сказать, группы. Потому что их нельзя обнаружить, ибо родственники скрывают это. Ибо если не скажут, что на моей даче сидит 20 солдат иностранной армии, так сказать, наемники, говорят не по-русски, тут же иностранника за рубежом уничтожат. Поэтому Москва уже практически оккупирована. Вот о чем должны думать депутаты Государственной Думы и журналисты, а не искать больного депутата с коленкой, что он там немножко заверещал у этого депутата. Страна на пороге гибели. Вот где ответственность журналистов и депутатов, о чем нужно думать. Иностранный журналист больше думает о России, чем наш, которого подкупили за вешалку для пальто. И он готов какого-то человека поднимать куда-то наверх, а поднимать нечего. Пустота одна. Надо думать о стране. О стране думает о собственной стране, у которой предстоят большие испытания. На 90% выборов не будет 16 июня. Все свершится в апреле-май. И об этом сказала фракция ОДПР 22 марта. И говорила на всех тест-референциях. Поэтому здесь вот вся эта война, и Хасбулатов новая роль, тоже там был Шарм Шейх. И что при Интерфакс, там у Хасбулатов взяли интервью. Зачем он туда приехал? Хасбулатов зачем приехал, Шарм Шейх? Не было его, Владимир Вольфович. Вечту. Что, где нет? 90%... Откуда вы узнаете, что вы имеете? Вы к европе гибели журналисты. Вот контрактный эталон. Не было его. Было. Откуда вам знать, что вы что? Стоите на пограничных пунктах везде и знаете, где прошел Хасбулатов. Вы называли его боевство в Каир. В Каир, вот я об этом и говорю. В Каир достаточно. Достаточно в Каир. А зачем организовали? Зачем организовали поездку? С тем, чтобы ООН пригласил сюда ООН, в Чечню. И после перехода ООН в Чечню появится возможность ввести войска туда. Этого вы не можете понять. А мы это понимаем и разоблачаем вас. Ну вы хотя бы действите на уровне Египта, России, ЦРУ и МОСАДА. А этот интерфакс на чем действует? Вешалка в ее кабинете лишняя. Вот и уровень журналистов. Вы глобальные вопросы решаете. Миллиарды долларов задействованы. Миллионы людей. Вот он, египетский журналист и российский журналист. А в этом и есть, сказать нужно. А не талендер. Дальше. Владимир Владимирович, вот сегодня вечером Вольд Рыстер встречается с политическими визитами России. Вот о чем вы будете разговаривать на этой встрече? И второй вопрос. Как вы вообще относитесь к его визиту в Россию? Это визит, визит связан. Это все одна цепочка. Все визиты. Египет, Шарма-Шейх, визит сюда этого вот Кристофера. Заявление руководителя страны Сан-Грэя и так далее. Это все одна и та же цепочка. Подогрей обстановку для того, чтобы, так сказать, ее взорвать. Она и так взрывается периодически. Потому что... Владимир Владимирович, пожалуйста, обвизит Кристофера, если можно. И о чем вы будете разговаривать с Кристофером? Нам не получают отношения. Он будет разговаривать с Гайдаром Селлистом. Вот кем они будут разговаривать. С тщедушными будут разговаривать. И он с инфарктом уйдет. Я уже прогрел с Нейсиным, умер, вернулся. И этот пожелание не умрет. Они его жалеют, он же едет в войстое. Поэтому не пойдет он на переговоры со мной. Трус, как и Клинтон. Саксофонисты все они. Снотрофит. Вот депутат Кузнецов скажет по Кристоферу дополнение. Значит, я факты приведу. Владимир Вольфович эмоционален, а я спокоен, я докладываю. Заявление Кристоферу было совершенно не случайно. За время существования независимого Киева имело место 102 контакта с Пентагоном, 47 с Лондоном, 53 с бомбом по военной линии. И ни одного с Россией. Вот и думайте, чем они там занимаются. Вопрос, можно? Да, пожалуйста. Да. Властность в Акирбате. И туда, да. Властность в Акирбате. Важно, давайте суть. Суть такая. Ну, вот, Тихо, хотелось бы узнать ваше мнение насчет обострения обстановки в связи с китайским и американским противостоянием по поводу... Тайвань, в Медельной республике Тайвань. Вот хотелось бы узнать, вопрос такой, если конферентировать. Возможно ли жесткое противостояние Китая с Соединенным Штатом Америки в этом вопросе? Оно возможно, Китай это будет делать, но Китай следующий на очереди для расчленения. Поэтому американцы уже начинают подтягивать эту силу. 90-й год заканчивается Россией, 2-3 года на банкеты по случаю гибели российского государства. И где-то с 99-го начнут расчленять Китай. Отдельно внутренние Монголия, Маньчжурия, Шанхай, Тибет, Сен-Зен-Нембургский автономный регион и так далее. На 10 регионов. Что было не миллиард 200 миллионов населения, а так. 10 регионов по 100 миллионов. И дубилась. Она все равно, как сказать, имеет достаточно сил. И помимо отрицательного в Чечне есть и определенное, как сказать, боевое мастерство. Хотя все операции в Чечне руководятся из Москвы. Поэтому прекратите клеветать на армию. Она один наш депутат был. Сейчас вы знаете, часто выступает. Сегодня выступала, как сказать, неудачно. Проезжает где угодно. Наши не могут контрразведческий проект. Он проезжает свободно. Приезжает, подается машина и поехал через всех блокпостей. И Кремль ничего же не контролирует. То же самое. Кремль сам должен бояться того, что может дойти в любой момент. Когда Кремль ворвутся эти боевики-охранники в 100 тысяч. И Катемировская и Витаманская дивизия до кольцевой дороги не успеет дойти. Ни комплект даже в 27-ю воздушно-десантной бригаде, которая призвана охранять Кремль президента. До какого позора дойти, что собственная охрана не комплект и не выпута зарплаты. Это ничего делается. Блокирован президент полностью. Помощники пятая колонна. Он ничего не знает. Ему дают постоянную дезинформацию. Вот на этом и играют. Чтобы привести в такое смутное время и так ситуацию взвинтить, чтобы все с облегчением взорнули, когда войска ООН появятся на наших военных аэродромах. Чтобы сами граждане просили, что если Кремль не управляет, если милиция ничего не делает, ФСБ, пусть вот солдаты ООН что-то сделают. Вот до чего довести хотят состояние. Поэтому челноки, Кристофер и остальные приезжают. Вот эти кучмы бегут за подолом американской юбки. Вот это позор. Вместе один русский народ практически и сразу по-украински не заговорили. Вспомнили, оказывается, язык один нас очень славянский. Везде начинают по-украински говорить. Хотя невыносный мир никто не может перевести из украинского на английский. Все равно переходит на русский язык. Но вот тщедущих, таких как Кучма, единственное, Лукашенко. И что с Лукашенко происходит? Рвется президент, вся Белоруссия в Россию не пускает. Кто не пускает? Вякир не пускает. Вякир. Прямо говорит начальник Газпрома Лукашенко. Ты в Россию хочешь, не дадим бензин. А Украине дадим. Она не хочет в Россию. Вот что делают чиновники наши. Они ударяют по тем, кто хочет вернуться в Россию. Ударяют по больному месту. Энергией. И это интерфакс не интересует. Абсолютно не интересует. Когда идет грамеж страны. Идет рочленение страны. Это не интересует. А вот что никуда с больной талентой, где там какие-то мысли в голову пришли. Ну как можно, я не понимаю. Это журналистов, да? Ну это на коммунальной кухне, наверное, женщины уже эти вещами занимаются. Это же дикость, да? Страна дикость, страна. А мы ищем, ходим, как-то в Альмакии так называлось, вознявший индиюликан. Я ребенок не понимал, что это означает. Ты не понимаешь. Ушла, она уже ушла. Ушла? Как так? Вот так вся пятая колонна уйдет. Мне нужно 10 часов по телевидению, и они будут бежать. Все будут бежать. Без армии будут бежать. Вся пятая колонна. Будет бежать. Президент не может сказать. Они ему дают слово. Он иногда так скажет. У него даже прорываются одни словечки. Помните, он сказал, ну, коммунисты победят, я их все время не пущу. Вот это ему уже на счетах не так. Он не хочет сказать, а вот у него это срывается. Потому что они ему это вдалкивают голову. Потому что они боятся, так сказать, ответственности. И в таком состоянии, конечно, когда разброд БМВД, ФСБ в армии, Течня, и вот эта вот приватизация, и эта пятая колонна, ФБР. Ну, Россия опять поле экстрементов. Ну, широчайшее поле, и гибнут наши люди. Вот где позор, что каждый день умирают и расстреливают наших людей. Самая настоящая, некорритая война. И депутаты не могут смириться. В чем ошибка коммунистов? Они не поняли одного, что нельзя сегодня КПРФ в КВД выставлять. Нужен был нейтральный кандидат. Я себе не говорю, Басибол. Нейтральный. Я не нейтральный. Я прямо говорю, не СССР, не СНГ. Эти халивы, шеварадзе, перья полетят. Назарбаевы, Каримовы. Не пикнет никто ни один. И Казань будет казанской губернией, и Шаймиев забудет, что такое, президент Катарстана. Казанская губерния, уфинская, красноярская, рязанская, московская. И ни один не позволит даже Москву. Замолчат все на всей территории России. Но слава президенту. Молчит. Я без пушек это сделаю. Без пушек. Заткнутся все на все границы России. Но нужен мощный такой вот вариант, при котором можно было бы обратиться к населению. И все поддержали. Все. От западных границ до самых восточных. А так вот провоцируют на дальнейшее обострение. И оно идет. Вот это самое опасное, апрель-май. Лето будет безопасное. То в Агелях, то на Бадамах. А до 1 июня подождите. Владимир Вольфович, у меня два уточняющих вопроса. Первое. Вы сказали о некой третьей силе, которая сместит Ельцин после того, как он расправится с коммунистами. Вы могли бы назвать хотя бы несколько имен, если вы их знаете. На другую власть. Вот сидел журналист целых полчаса, а я ему говорю, не назову. Там начальство, не назову. А ему надо. Пусть Жириновский там топчет по судам. А он прибежит, он информацию есть. Он продаст, заработает, купит жвачку, пепси-колу купит, так сказать. А Жириновского по судам будет таскать. Как вы не понимаете. Вот именно вашему каналу это третья силы и платит. Что у нас спрашивает? До переворота нельзя назвать печати как переворот. Как можно? Это же обвинение, оскорбление. А после переворота не надо называть, они вам сами придяют в счет. В том числе и по вам ударят. Все позакрывают. В том числе, чтобы не надо вам радаться. А тут другие программы на некое время. Вот я на четком мысли договорил. Что нужно было сделать? Создать огнененную оппозицию. Все силы. Нейтральный кандидат. Снять все знамена. Красные, белые, желтые. Все лозунги. Ни Ленина, ни Сталин, ни Горбачева. Никого. Просто оппозиция. Общероссийский ампуляционный блок. Все. Там все могли объединиться. И этот кандидат победил. И испугались бы вводить чрезвычайное положение. И испугались бы разгромять Думу. И я это говорю коммунистам уже все пять лет. Не вырезайте вперед. Уйдите во второй шелом. Триумируйте название партии. Растворитесь в общей массе. Разве важно, чтобы победила КПРФ, ЛДПР. Нам эта аббревиатура нужна, чтобы мы с вами жили спокойно. Кто нам мешает просто назвать объединенный оппозиционный блок. Все там. И фигура должна быть нейтральная. Какого-нибудь хорошего хозяйственника из Сибири взять, который не был в КПСС. Никакие партии не поддерживал. Нейтральную фигуру взять. Или кого-то писатель. Не знаю. Можно найти нас человека, который мог бы стать таким вот общим знаменем просто оппозиции. Без идеологии. Без призывов. Без призывов. А мы опять, вот КПРФ вылезла. По ней ударят. И по президенту ударят. И опять антироссийские силы захватят власть. Отвиняя как раз президента, что он нарушил конституцию. Удаляя по коммунистам. Как хорошо. Нашими деньгами. Нашими людьми. И сегодня эта третья сила, она свое войско 100 тысячное держит в Москве. За нас там еще. За больниц. За учеников. Ученики платят, чтобы они в головолезе стояли у дверей школы. Вот. 100 тысячная армия, как на постой успешной армии. Вот. Дальше население. То есть больница, школа, учреждения не доплачивают сотрудникам зарплату. Содержит этих ребят, которые выступают в определенный день. Они питаются московским продовольствием. Силе на даче под Москвой, ожидая час икс. И в самом центре Москвы ФБР всем руководит. Нет уже не президента. В чем не президент? ФБР. И Кристофер приехал дать указания ФБР. Большинство сотрудников этой миссии ОБСЕ в Чечне, это кадровые работники ЦРУ. Деливаются по всему Кавказу. У них зеленый пропуск. Никто не останавливает. Там они везут оружие, наркотики, билеты. Их радиостанция нигде не зарегистрирована. Она по всему миру передает информацию. Здесь, в территории России, действует радиостанция нашего противника. И никто ничего не делает. Идет война против всех, чтобы взорвать ситуацию. И она взрывается потихонечку. А мы не можем здесь разобраться, чтобы чему-то. Такое впечатление, что богодетель, иритация. Пускай там кто-то приходит, а мы подождем. Так скажите, вот у вас был сильный электорат в Северо-Западе. Там в Санкт-Петербург и там в Адон. А сегодня там новая фигура появилась в лице Горбачева. Как вообще вы реагируете на вот эту зону своего влияния? Спасибо. Любая фигура может появиться где угодно. Пусть появляется Горбачев, где хочет. Это его право, где он не запрещал. Тот факт, что его оставили на свободе, ничего не делают, тоже говорит, что все это одна связка. Пятая колонна. Поменять с креслами, как сказать. Ну, вот снова поменяться креслами. Другой идет в фонд, он придет в Кремль. Такой тоже вариант был бы неплох. Народ, конечно, не будет голосовать. И он не сможет использовать силу, у нее ее нет. А о том, кто как влияет, показывают выборы. Выборы покажут. Вот выборы покажут. Но их поэтому не допускают выборы. И сорвут, что боятся, что цифры будут другие. Они те лживые, которые нам журналисты много лет дают в отношении не существующих партий и лидеров, не имеющих никакого влияния. Поэтому мы раз за свободу, пусть избиратели все решают. И мы честны были, мы всем предлагали союзы, блоки. И готовы были отойти во вторую, что он в третью, вообще не участвовать готовы были бы. Пусть было бы хорошо россиянам, но никто же не хочет. Все же лезут, 78 кандидатов и 200 партий. Поэтому мы участвуем, мы делаем, занимаем свою нишу. Мы делаем все честно, спокойно, все в рамках закона. Поэтому нас нельзя обвинить ни в поддержке Ельцина, ни в борьбе с коммунистами, ни в борьбе с Россией, ни в подкормке мафии со стороны из-за рубежа. Мы нормально функционируем. Гитлер, когда стоял перед поражением Германии, 2-3 мая, он говорит, ну ничего, я проиграл войну, но русские будут долго ее помнить. Он же прав был. Мы 50 лет не можем похоронить всех, кого он уничтожил. США главный организатор мирового террора на всей планете Земля. Сегодня террор против Китая и Тайваня, террор в Африке, террор в Восточной Азии, Афганистан, Иран, Арабский мир, Ливия, Ирак. Вот террор, везде террор. И они журнализовывают, так сказать, международные конференции и ягод по борьбе с терроризмом. Чтобы мы заплатили за то, что они будут нас с вами, так сказать, ставить на колени. Ставить будут на колени. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.